Ребят всем привет, с вами Максим Шубин, канал это реально интересно и это вертикальное видео, советую его вам посмотреть на смартфоне. Рекомендую вам подписаться на канал законодательные ловушки для обывателей. Здесь опытный юрист, рассказывает про различные лазейки в законе, дает бесплатные юридические советы, которые применимы в обычной жизни. Очень полезный канал, советую вам на него подписаться, ссылка есть в описании. Открывайте его и будете вот, собственно, вот так смотреть и надеюсь будет прикольно. Короче, хотел какой-то эксперимент сделать и вот нашел игру в принципе вертикальную на андроиде и надеюсь будет интересно, если вам эта штука зашла, то ребят ставьте лайки, пишите комментарии, как вам вообще это. Ну и тогда будет больше таких видосов, больше таких игр, так что погнали. В общем, это история про девушку, любовная история, история успеха. И вообще эта игра, по-моему, находится на четвертом-пятом месте в топе Google Play по бесплатным играм, так что поехали, ребята. Так, здесь мы сначала выбираем, как будет выглядеть наша героиня. Можно выбрать европейский типлица, восточный типлица кому-то может быть. Мне так нравится, слушайте, ну зеленые глаза, конечно, это, это, ну такое. Не знаю, почему-то вот такая вот азиатка мне как-то вот, ну все-таки меньше нравится, чем, допустим, вот такая замечательная, красивая, с глубинными глазами. Глазами очаровательная, привлекательная, невероятная блогиночка с европейским типом лица. Также здесь и латиноамериканский типлица, афроамериканский типлица. Ну и, собственно, европейские. Длинные волосы, светлые волосы, длинные волосы розовые, между прочим. Я, честно говоря, не фанат каких-то новых, новых цветов, скажем так, в плане покраски. То есть, ну, классические, это, наверное, какие-то рыжие, черные и цветовые белые какие-то такие. То есть, это прям вот три, наверное, категории, которые окей, как бы три цвета, три оттенка цветов, да. А есть какие-то там розовые, красные, зеленые, синие, но это для меня немножко... Я пока еще не привык, я все-таки достаточно консервативный, видимо, человек. Но, тем не менее, тем не менее. А, кстати, вот так она выглядит очень даже ничего. Слушайте, ну, сейчас посмотрим, что бы выбрать. Черные, ну, такое, знаете, она похожа на медузу горгону почему-то с этими волосами. С рыжими, ну, такая прям... Ну, в общем, тоже медуза горгона с рыжими волосами. Не знаю, почему так это выглядит. Модная коре с челкой розовой. Честно говоря, вот коре мне не очень как-то. Ну, по крайней мере, в таком формате мне не очень, если честно. Рыжие коре, нет. Вот это, кстати, самое лучшее, по-моему, коре. Вот в таком цвете. Это модная коре с челкой каштановой. Так, ну, все-таки коре я, пожалуй, не буду. Выбирайте модную стильную вот эту стрижку короткую тоже. Я все-таки больше люблю девушек с длинными волосами, как, я думаю, и многие мои подписчики в комментариях. Ребята, напишите в комментариях. Девушек с какими волосами вы больше... Вам больше нравится, скажем так. Вы больше любите с короткими волосами, средними волосами, либо с длинными волосами. Мне, наверное, больше все-таки с длинными и средними волосами. Ну, все-таки с длинными. Давайте все-таки одно будем убирать. с длинными волосами. Вот мое обманение, скажем так. Кудрявый. Кудрявый, в принципе, мне нравится. Мне нравится кудрявый, но в данном случае это как-то выглядит, ну, не так классно. И прикольно. Длинный волос с пучком. Довольно интересно выглядит, но, тем не менее, я, наверное, все-таки выберу более классический вариант. Ну, давайте даже розовый выберем. Розовый прикольно. Так, по нарядам. Здесь только у нас платье и джинсовка. То есть мы только-только приезжаем в Голливуд, ребята. Мы только-только приезжаем в Голливуд. У нас как бы еще ничего нету. Мы как бы вообще-то актриса, ребята. Это актриса, которая ну, только начинающая актриса, у которой нет еще ролей вообще. Она нигде не снималась, но она приезжает в Голливуд, хочет свою мечту реализовать. По украшениям у нас нету побрякушек. На самом деле побрякушки я особо не ценю. Эмма. Ну, пусть будет Эмма, я не буду на самом деле менять имя. Это, я думаю, не так важно. Хотя я выгляжу отлично, пускай начнется история. Да, да, ты выглядишь отлично, пускай начнется история. Была первая редкая удача. Аплодисменты, яркий свет, вспышки фотоаппаратов на секунду ослепляют вас. Вы на сцене, на вас с восхищением смотрят миллионы глаз, а из-за кулис выходит тот, кого вы ублюдены с детства. Николас Бёрд! Я счастлив, что именно мне выпала честь вручить вам эту награду. Золотой Адам! Мне! А разве есть другая мы? Ооо! Таких актрис, как вы, во всем мире больше нет. Спасибо. Николас отходит, чтобы взять статуэтку. Боже, ну прекрасно! Хотя Что-то не так Мне кажется Вышла ошибка Золотой Адам не ваш Выбор, который вы сейчас сделаете Изменит ход истории Одни выборы меняют сюжет незначительно Другие ведут к большим изменениям Что? Нет, нет Золотой Адам мой? Я его заслужила? Это не честно? Можно меня хотя бы поддержать? Юра, пожалуй, первый вариант Это мой? Не уверен Отдайте награду Но я столько работала У вас даже нет актерского образования Милочка, побойтесь богу Вы тянетесь за стойкой Но Никлас преграждает вам путь Вы отталкиваете его Вдруг Шикарную сцену зрителей И золотую статутку Затягивает туман Вы просыпаетесь Ну, по-другому, что это был сон То есть мы еще Вот Мечты наши и так далее Незнакомка Появилась незнакомка Так, ну что ж, ребятки Мы в общественном транспорте Незнакомка Эй Полегче Прекрати меня бить Простите Простите Мне приснется сон Надеюсь, это были монстры И вы их замочили Не совсем Это был парень моей мечты Ха Чем дольше живу в Голливуде, тем меньше удивляюсь Тут каждый второй фрик Я вообще-то не местная Только приехала Дай угадаю Мечтаешь сниматься в кино? Ага А вы актриса? Еще этого не хватало Я помощница режиссера О, круто Вы, наверное, видели много звезд Типа того Ну давай на ты Я Бин Окей Меня зовут Эмма Я бы на твоем месте поработал Над сценическим псевдонимом Итак За окном показались пальмы И вывески дорогих магазин Вот мы уже и подъезжаем Почти приехали Если ищешь работу Аллея славы То, что тебе нужно Здесь много киностудий? Нет Здесь полно кафе и ресторанат Начинать нужно с малого Автобус тормозит И вы оказываетесь на залитой солнцем улице Посреди впечатанных в тротуар золотых звезд Итак Голливуд Ууууууууууууууууууууугливуд Ну все, пока А, погоди Подскажи, где проходят кастинги Может как-нибудь выпьем кофе? Ну вот, давай, кстати, второй ответ попробуем Почему нет? Прости, много работы Жаль, ты интересная Спасибо Я поболтал бы с тобой еще одно Очень тороплюсь Тогда пока Удачи тебе Если встретишь парня своей мечты Будь поласковее Стараюсь Да И поколдуй над своим имиджем Вы можете сменить одежду и прическу Любое время, нажав на Данную кнопку Гардероб в левом верхнем углу Заметили? Видим? Знаем? Выйдете по аллее, любуясь на заветные буквы Над холмами, натыкаетесь на человека Осторожнее Простите О! Николас Мёрт? Это и правда вы? Эммм Я вас обожаю Я видела все фильмы с вашим участием Обалдеть! Я впервые в Голливуде Не успел пройти и метро Как встретила вас Значит туристка? Нет, нет Я актриса И где же вы снимались? Пока нигде Выступил румянец Не слишком близко В самый раз Вы чувствуете его дыхание И сильные мужские руки Ты очень красивая Наверное, хорошо выходишь на фотографиях Я люблю делать селфи Тогда нужно встать еще ближе друг к другу Щека к щеке Не бойся Это Все на всего фото Вы повернули голову Николас Притянул вас ближе Вы закрыли глаза О! Что тут происходит? Ой Кто это? Совсем совесть потерял? Средь белого дня? Посреди улицы? Это Ваша Жена? Что? Нет, нет Все вы такие Стоит только отвернуться Простите Я Я больше не буду А ты чего уставилась? Либо плати, либо проваливай Да как вы смеете? Николас Ответьте ей Извини, не могу В смысле? Вы звезда Вы можете все Ха-ха Звезда Хорошая шутка А ну давай За работу Красавчик Да-да Иду Ничего не понимаю Простите Девушка Но я не Николас Бёрд Я всего лишь Его копия Это косплей Детка Ах Извращенец Ты меня обманул Очень обидно Я так мечтал С вами познакомиться У тебя Неплохо получается Пожалуй А вот ответ Так немножко Ничего Спасибо Держи 2 бакса Надеюсь Когда-нибудь Их у тебя будет Гораздо больше Ну всё Хватит Делять их Нежностей Работать пора Я Пойду Удачи тебе Вы разворачиваетесь И быстрыми шагами Направляйтесь В город Своей мечты Стой Погоди Ну что ещё Вот Держи Молодой человек Протягивает вам Визитку Кричащих Цветов У-у-у, визитка Здесь телефон одной студии Там сейчас набирает актеров для массовки Я вообще-то не в массовке приехала сниматься Но с чего-то же надо начинать Ладно, давай Позвони прямо сейчас, иначе будет поздно Спасибо И не пытайся никого пародировать Будь с собой Из-за угла выглядывает противная тетка, и парень быстро ориентируется, а вы, недолго думая, набираете номер. Студия Тодд Пикчерс. Лучшие фильмы у нас. Здравствуйте. Я бы хотел записаться на кастинг. Конкретнее, пожалуйста. Какой фильм? Кто режиссер? Я не читаю ваши мысли. Да, я не знаю. Тогда до свидания. Некоторые выборы увеличивают значение драмы или романтики. Выбирайте то, что подходит именно вам. Дальше эти значения повлияют на сюжет. Но мне ближе все-таки романтика, я вообще... Наверное, больше романтик, ребят. Напишите в комментариях, вам больше близко романтика, либо драма. Мне больше романтика. Я буду максимально романтичным в этой игре. Стойте. Если вы просите трубку, я умру. Это драматично, конечно же. Ответ. Поговорите со мной. У вас такой приятный голос. Правда? О да. Я готова слушать вас вечно. Спасибо, конечно. О, плюс романтика, ребят. Плюс романтика. Продолжайте. Просто говорите что-нибудь. Эм, что? Расскажите о себе, о своей работе, о кастингах. Я не знаю, что говорить. А давайте я приеду и запишу ваш голос на диктофон. У меня есть знакомый режиссер. Он может предложить вам роль. Я не актриса. С таким-то голосом? Ну, хорошо. Я бы попробовала. Куда приезжать? Позаписайте адрес. Вы положили трубку и стали ждать автобус. Он подъехал через пару минут, и вы отправились на первые в своей жизни съемки. Итак, что же ждет нас там дальше? Пикчер. У входа в студию вас охватила паника. Вы забыли спросить у администратора, где именно проходит кастинг. Так, после долгих блужданий под длинным коридором вы все-таки наткнулись на павильон. Хм, так, что же там? Ух ты какая прям... Это... Форнус тут какая-то что-то... Это как-то... Мне больше это напоминает. О, актриса появилась. По сторонним сюда нельзя. Да знаю. Я пришел на кастинг. Так, это вы? Что вы имеете в виду? Я думаю, вы рыжие. Возможно, надо было выбрать рыжий цвет фолос. Из этого нас могли бы взять. Ну, ладно. Режиссер. О, появляется режиссер на Тима Бёртона немножко похож. Джессика. С кем ты там болтаешь? Так. О, ну слава богу, вы здесь. Позвольте представиться. Микаэль Андерс. К вашему слугам. А я... Я знаю, кто вы, милочка. И... Я вас жду вот уже полчаса. Мы все вас ждем. Ну, я... Никаких но. Быстро переодевайтесь и выходите на площадку. Мы теряем время. Я могу вам помочь. Будет очень кстати. Ведь я совсем не представляю, кто моя грыня. Что мне подойдет? Давайте все-таки немножечко будем хитрить и как-то протискиваться в этот мир Голливуда. Потому что я так, собственно, и представляю. Потому что так просто туда не пройти. Ведь многие хотят, а получается у... Наверное, не знаю. Наверное, одного процента. Поэтому... Что мне подойдет? Будем немножко хитрить. Вам подойдет любое платье из костюмерной. Не считая размеров плюс сайз, конечно. А вы очень добры. Дело не во мне, а в вашей фигуре. Как вам удается держать форму и так хорошо выглядят ваши годы? Не так уж много лет. Ха-ха. Да-да. Уж мне это не врите. Я про вас столько всего читала. Вы еще не одеты? Сейчас, сейчас. Джессика, проводите меня в гардеробную. То есть, получается, Эмму, нашу героиню, приняли за какую-то опытную актрису, которой уже достаточно много лет. Но выглядит она обалденно. И это... Это прям понравилось. Это прям понравилось и актрисе, которая там уже утверждена и, соответственно, играет какую-то свою роль. И режиссеру. Это интересно. Это интересно. Это вот такие, знаете, вот сюжетные повороты. Это хорошо. Джессика, пойдемте. Костюмер подгадаю для вас два наряда на выбор. Итак. Платье для танца. Ух ты, какая милочка. Милочка-то. Ух. А-а-а-а. Не знаю, мне больше это нравится. Такие вот золотые линии. Они так вот, знаете, подходят под наш вот такой невинно нежный образ. Под наши розовые волосы. Так что, пожалуй, надеваем платье для прогулок. У-у-у, какая красотка. Такое элегантное. А вы в этом платье. Настоящая аристократка. М-м-м. Вы возвращаетесь на съемочную площадку. Чудесно. Вам очень идет. А теперь за дело. Надеюсь, вы помните текст. Эм-м. Я даже не видел. Да, конечно. Но я буду импровизировать. Порезь, а что за фильмы снимаем? Мы выбираем самый-самый такой интересный ответ. Как мне кажется, это с импровизацией связано. Я вообще, в принципе, сам люблю импровизацию. Микре. Чудно. Наконец-то мы сможем приступить к съемкам. Вообще, что за фильм снимаем? Вообще, ничего не знаем. Но это, это, это горячо. Это интересно. Джулия, давайте покажите, на что вы способны. Но я не Джулия. Да, да, знаю. Вы Элизабет, героиня романа «Гордость и предубеждение». Вы не поняли. Я все понял. Милочка. Я вам в кино уже 20 лет и вижу, когда герой входит в роль. Поехали. Мотор. И вот ваша первая роль. 19 век. Старинное английское поместье. Вы Элизабет Беннетт. Девушка из немогатой семьи. В гостях у застоятельного аристократа Дарси. Так. И где же Дарси? Хлопушка. Оу, рек. Все. Элизабет, дорогая. Не признитесь ли вы к нашей интеллектуальной беседе? Леди Кэролайн. С удовольствием составлю вам компанию. Спасибо, но я лучше почитаю. Давайте составим компанию. Эм, Дарси. Ну, какой. Не думаю, что наш разговор можно назвать интеллектуальным. Ах, не слушайте его. В Дарси слишком скромен. Но в каждой его фразе столько умных мыслей. И какая же вам запомнилась больше всего? Ах, так сразу и не вспомнишь. Мы говорили об образовании. Именно. Я считаю, что по-настоящему образованным может считаться лишь тот, кто стоит на голову выше всех окружающих. Образованная женщина должна быть хорошо обучена музыке, пению, живописи, танцам и иностранным языкам. К тому же, она должна уметь вести беседу, одеваться, выражать свои мысли, иметь красивую фигуру и красивую коляску. А также нечто менее вещественное. Острый ум и начитанность. Как интересно. Думаю, вы с Дарси разбираетесь в вопросах образования. Мне кажется, что женщина никому ничего не должна. Давайте все-таки первый ответ. Мы более такие романтичные, добренькие. О, да. Мы все детство провели вместе и отлично понимаем друг друга. Но не так хорошо, как хотелось бы. Но вспомните, как вы хаживали за мной в юности. Правда? Совсем влетело из головы. Элизабет, а что вы сейчас читаете? Моя книга о том... Ах, Дарси. А помните... Каравайн, я бы хотел услышать ответ Элли. В админт Каравайн как бы случайно задевает чашку с кофе и проливает ее прямо на ваше платье. О, какая жалость. Элизабет, ваше платье. Чтобы его сменить, вам придется уйти. Кроме драмы и романтики, в игре есть еще и приключения и комедия. Всего 4 таланта и для каждого свои маленькие истории. Выбирайте, что ближе именно вам. Лично мне, Максиму Шубину, мне лично ближе комедия. Хотя я люблю, на самом деле, приключенческие комедии. Но все-таки я вот здесь, я бы выбрал комедии. Так что, это прям вот мой выбор. Дать пощучину. Ну, пошутить в ответ, упасть в умрак, расплакаться. Пошутить в ответ, это вот самая мощная, самая нормальная комедия. Вы сложили губы в снисходительной улыбке. Не знала, что вы так застенчивы, Кэролайн. Я вас не понимаю. Если вас так смущает пятно на моем платье, как же вы умудряетесь вести беседу с мужчиной? Да как вы смеете? Просто мы с Кэролайн давно знакомы. Ах, тогда это все объясняет. И даже то, почему Кэролайн неотступно ходит за вами, как хвостик. Милая, вам надо учиться общаться с другими мужчинами, иначе вы никогда не выйдете замуж. Что? Это немыслимо? Оскорбленная Кэролайн вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. так сказать подснимает комнату простите мы не мою резкость и я не хотел ее обидеть первое кому это удалось но я не собиралась ориен не волнуйтесь карлайн это заслужил вы так считаете да и честно говоря мне совсем не хочется сейчас думать о ней все мои мысли заняты вами но со мной уже все в порядке я хочу чтобы вы чувствовали себя еще лучше я хочу берегать вас я хочу поцеловать вас дарси поцеловать дарси толкнуть дарси ну давайте поцелуем дарси почему нет мы же и романтичные комедийные приключенческие а вы нежно целуйся дарси в уголок рта лис вы так прекрасны всего один ваш поцелуй подарил мне неземное блаженство дарси я не знаю что на мне нашло милая моя ничего не говори все так как должно быть ваши губы они так горячие у меня земля уходит из-под ног я люблю вас элизабет я мечтаю нет я прошу будьте моей ничего себе развивается нас история стоп снято не кое-гори ребятки надеюсь вам понравился ролик есть так почему не поставите лайк друзьям рассказать колокольчик нажать вообще поделись этим роликом своих друзей максимально распространить и вообще-то пишите в комментариях с какого устройства вы смотрели то есть там смартфон планшет телевизором возможно компьютер и так далее в общем советую вам смотреть такой ролик вертикальный ролик соответственно смартфоне намного удобнее почти весь экран будет занят именно роликами вот достаточно удобно смотреть и показался интересным экспериментом пишите в комментариях зашел ли вам этот эксперимент хотите ли вы продолжение этой истории я честно я честно сам хочу мне стало очень интересно поэтому пишите больше комментариев больше лайков подписывайтесь на канал свой макс шубин канал интересно всем удачи всем пока